На дорогах Алматы зафиксирован очередной факт неподчинения сотрудникам полиции. На этот раз ряд законодательных норм нарушил водитель автомашины марки Ниссан, что было остановлено инспекторами специализированного батальона полка дорожно-патрульной полиции на улице Шемякина. Я полицейский полка дорожно-патрульной полиции, сержант полиции Ислам Боржан. Данное транспортное средство оставило согласно статье 600 часть 1, что не пропустил пешеход, то есть не уступил дорогу двум людям, которые переходили через пешеходный переход. Согласно статье 52 пункта 1 остановлено. Нарушение водителям транспортного средства требует настоящего закона и правил дорожного движения, в том числе зафиксировано техническими средствами фиксации нарушения правил дорожного движения. То есть данный водитель отказывается предъявить документы. Я подозреваю то, что они машину угнали, ибо он при себе не имеет. Теперь, пожалуйста, предъявите документы. Согласно пункту 2.1.1 в руки мне. Между тем, водитель, заручившись поддержкой своего пассажира, не спешил подчиниться букве закона, ошибочно полагая, что сотрудник полиции, прежде чем требовать документы, обязан предоставить ему доказательства нарушения. Этим грешат многие авторюбители. Ни один закон, ни один арматинот не обязывает сотрудника полиции доказывать нарушение. Он представитель власти, действует в интересах государства, для этого наделен соответствующими полномочиями. А вот водитель, напротив, по первому же требованию сотрудника полиции, обязан предоставить свое водительское удостоверение про восстанавливающие документы на транспортное средство. Причем в правилах дорожного движения не обозначено, что должны предоставлять сотруднику того или иного подразделения, а в целом описано, что любому сотруднику полиции. Поэтому эта норма есть, поэтому налицо нарушение данной нормы закона. «Согласно пункту 2.1.1, он не выполнял свои обязанности водителя. Я выполнил свои обязанности. То есть, согласно пункту 2.4, предъявил свое служебное удостоверение по требованию водителя». Таким образом, в случае отказа от выполнения требований полицейских, законодатель предусматривает выдворение автомашины на специализированную штрафную стоянку, а для водителя – административную ответственность. Полицейские Алмалинского района Алматы расследуют уголовное дело, досудебное производство по которому осуществляется по факту мошенничества. В качестве подозреваемых в деле фигурируют мужчина и женщина, которые, как установлено, приходятся друг другу родственниками. По сведению следователей, подозреваемые промышляли обманами в сфере недвижимости. «Я купила квартиру, мне сказали, что продала его другой человек. Купли продажи, была официальная нотариусе. Попросила обратиться, чтобы он оформил эту продажу». «Все, кто пострадал от действий данных лиц, просим обратиться в УД Малинского района, либо по телефону 254-46-12, 254-46-46, либо 102». Автомашины марок Toyota Camry Subaru не разминулись на проспекте Суимбая, в нижней части Алматы. Эта авария зафиксирована полицейскими в два часа ночи. По предварительным данным, столкновение спровоцировал водитель Subaru, который, высадив пассажиров на обочине дороги, вдруг решил развернуться в обратном направлении, но не убедился в отсутствии машин, следовавших попутно. Как следствие, Subaru бьёт автомашину Toyota Camry, что ехала по проспекту на север. В результате ДТП телесные повреждения получили водитель и пассажир Toyota. Для полного медицинского обследования они были доставлены в одну из больниц города. Рано утром в Турксибском районе Алматы, в речке, что протекает вдоль улицы Северное кольцо, был обнаружен труп мужчины. Об этом в полицию сигнализировали прохожие. Возраст и национальную принадлежность мужчину установить сразу не удалось. К выяснению этих деталей, а также его личности, уже приступили сотрудники криминальной полиции района ОВД. Между тем, следственная оперативная группа, осуществлявшая осмотр места происшествия, сообщила, что на груди у незнакомца имеется татуировка в виде звезды и луны. Это обстоятельство, по мнению стража порядка, может сыграть положительную роль в установлении анкетных данных человека и подробностей его смерти. В рамках расследования полицейские назначили судебно-медицинскую экспертизу, а тем временем на теле мужчины признаков насильственной смерти не обнаружено. Дорожно-патрульный полицейский Алматы по горячим следам задержали автомобильного угонщика. Сработал специальный план «Перехват». Около часа ночи на пульт 102 позвонил местный житель и сообщил, что с парковки одного из торговых домов неизвестный в течение считанных минут угнал его Мазду. Введённый по городу полицейский план позволил перекрыть мегаполис по периметру и блокировать возможные пути отхода угонщика. Искомое транспортное средство было задержано в Алмалинском районе патрульным экипажем «Буран-2». За рулём находился 24-летний житель Алматинской области. Как оказалось, мужчина завладел чужой машиной целенаправленно для улучшения своего материального положения, но не от продажи угнанного авто, а от частного извоза на чужой машине. Действие фигуранта квалифицируется следствием как неправомерное завладение чужим транспортным средством, которое предусматривает уголовную ответственность вплоть до лишения свободы на определённый срок. Переходи дорогу только на светофоре и зебре. По подземному или надземному переходу. Переходя дорогу, убедись, что водитель тебя заметил и остановился. Не играй вблизи дороги. В тёмное время суток носи яркую одежду или одежду со светоотражательными элементами. По данным Центра оперативного управления Департамента внутренних дел Алматы, за минувшие сутки в городе было зарегистрировано 171 преступление и происшествие. 79 из них раскрыты по горячим следам. В том числе 2 изнасилования, 10 грабежи, 100 краш чужого имущества, 11 хулиганств. Зарегистрированы 8 дорожно-транспортных происшествий, 12 человек травмированы. Субтитры создавал DimaTorzok